Шалом браха. Сегодня десятый урок о введении в книгу «Врата в мир молитвы» Рапшимшем Пинкаса. Это последний урок пока. Рапшага Калус рассказывает, что однажды он был с Рапшимшем Пинкасом в машине, и с ним находился еще один молодой человек. У этого молодого человека не было детей уже много-много лет. И он хотел использовать это мгновение, попросить богословения у святого Рапшимшем Пинкаса. И в ответ на его просьбу Рапшимшем Пинкас сказал, вместо того, чтобы дать ей какое-то богословение, давай я научу тебя, как молиться. Это гораздо больше, чем все богословения, которые можно получить. То же самое я чувствую здесь. Здесь я не знаю, как давать богословение, я также не знаю, как молиться, но я знаю, что вот в этой книге есть действительно ворота в этот мир молитвы, который каждый из нас может для себя открыть. Рапшимшем рассказывал сам, что однажды он жил в Офаким, это небольшой такой религиозный городок в пустыне. Он был главным раввином этого места. Однажды кто-то должен был выступать в их синагоге перед всей общиной, и так получилось, что этот человек не смог приехать. И в последнюю секунду его попросили, может быть, он, вместо этого он может выступить. Он сказал, что да. Он как раз давал урок в днебраке, и это был урок, связанный с благословениями, как правильно говорить благословения на еду, на другие вещи, когда ты говоришь Паруха Таашем, когда ты обращаешься к Творцу, что ты должен иметь в виду. И когда он дал этот урок в днебраке, у него все было готово, поэтому он мог просто повторить его перед своей общиной. Когда он его закончил, он сам рассказывает, что он спохватился вдруг. У него была большая паника. Он говорит, как же так? Я сейчас своей общиной, с которой я нахожусь с утра до вечера, мне окружают меня. Я дал ему урок о благословениях. Это значит, что каждый раз, когда я возьму яблоко в свою руку или чашку кофе, я начну говорить о благословении, все будут на меня смотреть, на меня ставятся. Ну, сейчас вот Раф Пинкас, который говорил о благословениях, теперь он сам будет говорить о благословении. Ну, как же это будет выглядеть? Что я сделал? Если я говорю в Нейбраке, в Иерусалиме, в других местах, хорошо, я сказал урок, надеюсь, люди получили вдохновение, и я уехал. А сейчас я дал урок о благословениях, и теперь каждый будет наблюдать за мной. Да, я подхожусь под контролем, как же он сам выполняет то, о чем он говорит. Но, на самом деле, когда мы начинаем об этом говорить, когда мы начинаем делиться со своими близкими, может быть, с общиной, с хаврусой, с друзьями, то это, возможно, какое-то нас будет немножко обязывать к чему-то, но это не так плохо, это не так страшно. В одной общине жил один человек по имени Рабаншель. Рабаншель, он был очень талантливым кантором, хазан. И в праздники, в Рошашшана, Йом-Кипур, он ввел всю общину в эту молитву, эти молитвы, от которых зависит весь год, вся наша жизнь. У него было такое вдохновение, он в слезах обращался к Творцу, и так же вся община начала плакать, потому что это было настолько большое вдохновение, он поднимал всю общину наверх. И один год в Эллу, за месяц до праздников, он обратился к Габаю, к тому, кто ответственен за, кто будет молиться и за все молитвы в синагоге, и сказал ему, что в этом году я отказываюсь, я больше не буду молиться, не буду кантором в нашей общине. Когда Габай пришел в шок, как же так, кто же будет наш вести, кто будет наш кантор? Говорит, что случилось? Нет, я сделал хеш, я подумал о себе, подумал, где я нахожусь. Сказано в Тайлим, что тот, кто обращается на его устах ложь, довер шекер, он говорит лживо, он не может стоять передо мной, говорит Творец. Я считаю себя, что я, это, 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 когда я начинаю плакать во время Рашишана Йом-Кипур, я подумал, что весь год почти, я очень редко, что у меня появилась хоть одна слеза во время молитвы. И тут Рашишана Йом-Кипур, и я начинаю в слезах, и я кричу, и так далее. И это, это же ложь, это шекер. Как же я могу репрезентировать всю нашу общину, если на самом деле Ашем обращается ко мне, говорит, что я не хочу, чтобы ты ко мне обращался сам. Насколько бы Габай, насколько бы его постарались не убедить, ничего не помогало. Единственное, что осталось, это обратиться к Бшомазан Оербах, великому Раву, главу поколения, чтобы он поговорил с ним, они пришли к какому-то решению. Он согласился, на это он согласился, обратиться к Рапшамозан. Они пришли в Шарахесет, внук Рапшамозана Оербах, привел его туда. И когда Рапшамозан выслушал его, он обратился к нему с теплотой, сказал так, что на самом деле, когда ты молишься в Рашишаном Кипур, ты хазан, ты ведешь всю твою общину, и ты действительно начинает, ты плачешь, и ты, особое твое вдохновение передается всем остальным, то это настоящее, это ты, тут, это ЭМЭТ, это настоящее твое внутреннее состояние. Остальные дни, все остальные месяцы, году, где ты чувствуешь, что ты не доходишь до этого состояния, это Шекер. Там, возможно, может быть, ты не способен найти это вдохновение, но это уже тогда ты можешь начать сомневаться, как же ты можешь обратиться к Творцу, если ты не доводишь себя до настоящего истинного состояния. Но в тот момент, когда Рашишаном Кипур, это огромнейший исход, огромнейшая привилегия и заслуга для тебя и для всей общины, что ты действительно можешь достичь такого уровня, это твой настоящий уровень, это настоящее внутреннее состояние. И остальные дни, года, к сожалению, мы не всегда можем достигнуть этого. Поэтому иногда мы как бы можем подумать, что ну где действительно это разве я? Когда мы начинаем работать над нашей молитвой, мы начинаем учить эту книгу, мы видим, да, первый шаг, когда мы в этом процессе, это огромное разочарование. Это мы видим, насколько мы далеки, да, мы читаем про вещи, как молитва должна быть выглядеть, что эта молитва должна быть на уровне, что я хочу молиться, хочу обращаться к Творцу, если я это делаю, потому что написано в Шоханарух, то есть мнение, что я вообще это не считается молитвой, мне нужно молиться еще раз, чтобы ты была действительно добровольно и с огромным желанием. Я смотрю на себя, я вижу, что настолько мне далеко от этого. И это значит, что я уже начал идти наверх. Это значит, что если на, если велосипед нам тяжело крутить педали, это значит, что мы идем наверх, если далеко, это значит идет вниз. То, что мы здесь, ни в коем случае не отчаиваться, когда мы видим, что мы сталкиваемся с истинным тем, что от нас ожидается, на самом деле, внутри, внутри где-то мы действительно этого хотим. Это заложено в нас. Нам просто нужно это найти, нужно не сдаваться и продолжать дальше. И в Рабаншил, когда он вышел, он все еще не был полностью в этом, как бы, уверен. Его внук, рабоится Клоренс, он добавил, что, как, сейчас мне объяснили, что это уже вошло в классику, это в 17 мгновения весны, упоминается такой принцип, рассказывается, что когда принцесса, французская принцесса вышла замуж за короля Англии, то из уважения к нему, из честь, так как она сейчас, является королевой Англии, она перешла на английский язык. И так, после многих лет, у них она забеременела, и у них в природах сложились очень тяжелые ситуации, и позвали самых лучших врачей. и когда главный врач вырезал свое мнение, что, возможно, нужно будет делать кесовое сечение, но так как в те времена это было, считалось очень-очень опасным, он сказал, что он только это будет делать в последнее мгновение, когда уже не будет никакого шанса на обычные роды, только тогда действительно уже будет делать кесовое сечение. и так роды уже начались, и у нее были ужасные страдания, она кричала, она просто визжала, все было слышно во всем дворце, и когда каждый раз когда подбегал к врачу, он говорит, ну, ну, он говорит, нет, еще нет. И так продолжалось часами, пока в какой-то момент врач сказал себе, что сейчас, сейчас, и он вошел в эту палату и провел газосчищение, и все кончилось хорошо, но в следующий день король сказал, как вы решили, почему в этот момент, почему, с чем отличалось, были же ужасные крики, были ужасные страдания, которые она проходила, почему вы ждали так долго? Тогда врач объяснил, что с моим опытом я видел очень много родов, и я знаю, что, конечно, есть страдания, есть тяжело, но в конечном итоге очень часто это просто, это еще не показывает, что человек дошел до максимум своих возможностей. Только в тот момент, когда королева, она начала кричать по-французски, тогда я понял, что сейчас это время пришло, и нужно делать операцию. И так, то же самое, иногда мы должны, как бы, себя действительно выдавить это, это наше обращение к Творцу, и наша, это огромнейшая привилегия, и здесь АКОЛЬ, КОЛЬ, ИАКОВ, сказано, что это сила еврейского народа, это то, что нас всегда проходили, мы прошли через все галуты, все диаспоры, все испытания, и частные, и как народ, именно это наша главная сила еврейского народа. Давайте ее максимально использовать. Успеха!